Ежегодное послание президента страны к белорусскому народу и парламенту, которое состоялось 31 марта, широко освещаемое и действительно важное событие. Ведь, по сути, в этом политическом диалоге сконцентрирована и чётко выражена официальная позиция Беларуси на ситуацию в нашей стране и за её пределами. Сформулированы основные задачи на будущее, есть ответы на многие вопросы, касающиеся современной действительности. Состоялось послание президента Республики Беларусь, участником которого я был в составе делегации. И там очень много было тоже сказано президентам о социальной справедливости в обществе, о том, как должна развиваться страна, о том, как должна развиваться молодёжь и какое место она должна занимать в нашей стране. Представительство молодёжного блока было серьёзно на послание президента. Все наши штатные сотрудники, первые секретари, руководители регионов, лидеры, мнения, можно так сказать, присутствовали на данном послании. И сейчас уже приехали в регионы и активно работают с молодёжью по поводу того, чтобы рассказать основные тезисы, которые дал глава государства на своём послании. Одна из таких диалоговых площадок состоялась на базе Брестского государственного колледжа прибора строения. Здесь на данный момент получают образование порядка 600 учащихся. В своём послании президент сделал акцент на важности проведения молодёжной политики в государстве, ведь эти юноши завтра будут строить и его экономику. Мы готовим рабочих на наши предприятия, которые в дальнейшем будут развивать эти предприятия, будут поднимать нашу экономику. Молодёжь сейчас, она немножко живёт в виртуальном мире. Им необходимо доносить те моменты, те аспекты, те нюансы, которые, возможно, они в социальных сетях и не услышат, и не увидят, и не заметят. Для того, чтобы этого не произошло, а молодёжь была в курсе последних событий в стране, в колледже регулярно проводятся информационные мероприятия, где обсуждаются важные для каждого темы. В нашем колледже на регулярной основе проводятся мероприятия, темы которых ставится политика, экономика, развитие нашей страны. На сегодняшний день темой обсуждения является послание президента. Я считаю важным из этого послания выделить то, как важно сохранять традиционные семейные ценности, как важно развивать в нынешнее время IT-сферу, разрабатывать что-то собственное, что-то новое. Я считаю, что выступление Александра Григорьевича очень должно сказываться на молодёжи. Всё-таки мы будущее страны, от нас зависит всё, и материальные ценности, и семейные традиции. В ходе диалога представители Белорусского республиканского союза молодёжи и общественного объединения «Белая Русь» обсудили с учащимися колледжа основные тезисы послания президента. Предложили высказать своё мнение и задать интересующие вопросы. Встреча получилась информативной и насыщенной. Она позволит представителям молодёжи быть в курсе политической и экономической жизни в стране и сформировать своё мнение. А потому практика подобных мероприятий будет продолжена. Продолжение следует...